Всем привет! Сегодня 10 августа, Московская область. Коротко о погоде. Жуткий у нас опять холод. Градусов 10-12 это максимум. Второй день идет дождь, еще жуткий ветер. Погода, знаете, прям такой хороший сентябрь. В теплице, сейчас скажу, у меня 15 градусов тепла. Перцы. Уже урожай я хороший собрала. Перец перечный. Уже нарастают еще перцы, цветут. Это уже вторая волна перцев. Перчин очень много, но не краснеет, слабо краснеет, потому что нет солнечных дней, конечно. Это плохо. Здесь у меня перец айварский. Я всем советую посадить этот перчик. Он мало того, что красивый, он очень вкусный, сладкий. Я его уже запекла вместе с баклажанами, заморозила на костре. Великолепная закуска будет. Вот так он и растет. Прям классный перец, мне очень понравился. Он высокорослый, и поэтому, конечно, я его уже подвязала. Хрупкие ветки, поэтому обязательно его нужно подвязывать. Вот такие перчинки классные вообще. Мне очень понравился этот сорт. Леси тоже краснеет потихоньку, потихоньку. Куст невысокий, и урожайность у него отличная. Мне понравился. Здесь тоже некоторые ветки я у него подвязала, потому что наклонялись базилик карамельный. Запах великолепный, просто великолепный. Я его еще буду сушить. Первый раз посадила его, я просто от него в восторге. Здесь перец рамира, тоже я его подвязала, потому что растение высокорослое. Тоже краснеет, тоже такой красивый. Запекала я его. Мне печеный очень нравится на костре, с дымком, великолепный. Второй год я его выращиваю. Так, это сорт Маркони. Тоже с него снимала урожай. И для салатов он отличный. И для запекания, для консервации тоже он отличный. Желтого такого цвета. Крупный перец, крупный вот. Такой перчинка. Так, здесь у меня тоже некоторые перчины подвязаны. Растет куст. Цветочков здесь. Это сорт Петон, тоже краснее. Уже все сегодня буду снимать. О Петоне хочу сказать. Я его пробовала запекать просто и есть печеным. Но я его посадила только для паприки. И он все-таки подходит больше для паприки и для консервации. Потому что у него стеночка очень тонкая. Я не знаю сколько там. Пол миллиметра, наверное. И все остальное это по всей длине забито семенами. Он идеально подойдет для паприки. Особенно знаете как? Запекаете его на костре. И потом высушиваете в сушилке. И потом делаете мелкий помол. Ну, делаете паприку. Великолепная будет паприка с дымком. Отлично. Просто отлично. Так, это сорт у меня. Ну, вот он тоже специально для паприки. Со стринкой якобы. Но этот сорт я тоже о нем уже сняла. Видео обзор. Потом посмотрите. Вот этот Маркони, который я рассказывала. Оранжевый, желтый. Видите, какой он длиннющий, здоровьющий. Тоже очень вкусный. Мне понравился. Здесь зеленое удобрение. Чисто сброженная трава, крапива. Оставляю в ведрах воду. Заношу в теплицу, чтобы была теплая вода. Это полив для огурцов. Здесь находятся два куста огурцов. Их оставила. Вот такие огурчики. Тоже плохо огурцы нарастают, потому что холодно. Ночи холодные. Вот. Я его здесь уже пустила под крышу. Этот сорт. Название сейчас что-то не могу вспомнить. Это с Польши мне присылала зрительница Семена. Отлично. Огурец сначала он мне не понравился. А потом, знаете, вообще он такой урожайный. Прям огурчик к огурчику. Они такие небольшие. Вот снимаю вот в таком виде их. Они крупно бугорчатые, сладкие. Мне прям они очень понравились. Что самое интересное, они очень устойчивые к всяким заболеваниям. Этот куст уже у меня с мая, представляете? И листва чистые. Все вообще отличный сорт. Здесь у меня тоже росли огурцы майские. Но я их все вырвала, потому что они, не знаю, подзаболели. Лист, в общем, начал сохнуть. Поэтому я решила вырву и посажу заново новые растения. Вот. Уже посадка. Цветут. Это гибрид. Уже на огурчиках. Вот. Скоро пойдут. И здесь уже это более поздняя посадка огурчиков. Здесь по два штуки посадила. Землю. Сегодня подсыпала под них землю. Это, точнее, это не земля. Это коровий перепревший навоз с песочком. И я, грубо говоря, вот подкормила огурчики. Конечно, это полив. И еще поливаю я зеленым удобрением. Настойная. Чистая травата. В общем, вот так выглядит у меня теплица. Сохраняю здесь влажность. Огурчики-то любят. А влажность как создаю? Это выставляю вот ведра с водой. Там у меня еще ведра находятся. И здесь стоит, бродит вот это зеленое удобрение. Поэтому неплохо так, в принципе, все растет. Полив тоже перцы. Перцы поливаю. И сегодня я подкормила гуматом калия перца, чтобы хорошо нарастали плоды. Потому что солнца нету и урожай слабо краснеет. В общем, вот так у меня выглядит тепличка. Ну и сейчас томатную теплицу покажу. Это стеклянная теплица. Здесь растут высокорослые томаты. Возле входа это горох фиолетовый. Самое важное, что эту дверь я не закрываю никогда. Ни ночью, ни днем. Вот она все время открыта. И видите, вход здесь у меня закрывает так горох. И вода сюда не попадает. Вот здесь чуть сыровато. Но это я уже натаскала сюда мокроту эту всю. А так вот здесь замокает только порожек и все. Теплица у меня полностью сухая. С конца июля я не поливаю теплицу. И выглядит на меня вот так. Нижние листы, листву я всю убрала. Здесь у меня вот макушки еще в листве и все. Помидоров много. Я уже и законсервировала, что мне нужно. Томатный сок и цельноплодные. И каждый день салаты мы едим. В общем, вот так. Все полностью у меня здесь сухо. Некоторые кусты я уже убрала. Этот куст у меня полностью весь упал. Поэтому смысла его поднимать не было вообще. Поэтому я его просто срезала. А томаты зеленые мне дозариваются. Вот такая теплица. Это растет ирландский ликер. Понравился мне вот этот гибрид. Отличный. На консервацию. Он даже довольно-таки крупный. Висит отлично. Не падает, не трескается. Один к одному. Вот такой кистевой. Отличный гибрид. Такие кисти у него. Классные. Мне прям понравился. Так что вот. Это сорт якобы чудо-земли. Ну, конечно, это не чудо-земли. Но он очень усыпанный. Низкоросый томат мне понравился. Конечно, уже на помидорах появились вот такие пятна. Ничего не сделаешь. Квадоспариоз работает. Ну, слава богу, нет фитофторы. Это уже хорошо. А квадоспариоз, он на плоды никак не влияет. Поэтому просто убираю листья. И все. С этой стороны. Урожай, видите, уже падает. Этот томат, это Дьявол Джерси. Интересный томат. Он очень крупный. Видите, с ладонь. Он такой вытянутый, перцевидный. Но единственный недостаток, я уже заметила, что он падает. Он не держится на ветке. Просто вот он буреет и просто сам падает. Вот такие кисточки у него. Очень крупный томат. Но не держится. Не вызревает на ветке. Черное сердце Бреда. Тоже крупный томат. Ну, кладоспариоз, ничего страшного. Все семена я уже собрала с понравившихся мне сортов. Поэтому пускай уже дозревает. Ничего страшного. Здесь южный загар. В этом году южный загар у меня не очень урожайный. Конечно, здесь уже очень много снято. Ну, потому что все-таки год не томатный. Год очень тяжелый. Лето такое, а никакое. Загадка природы тоже. Огроменные помидоры. Но это как всегда. Я его уже не первый год сажаю. Здесь, смотрите, тоже классно. Это черный ананас. Очень урожайный томат. Вкусный. Это из черных. Вот так вот он растет. Классно. Еще хотела показать. Это сорт Сан Марцана. Тоже вот такие вот у него грозди красивые. Этот томат я сажала специально только для вяления. Вот они уже краснеют-краснеют. И я буду скоро вялить томаты. Я надеюсь заснять рецепт по возможности. Вот такие кисти у них. Он высокорослый. Вот такие кисти у них красивые. Если был бы хороший год, то вообще мне кажется, он очень урожайный. Он вяжет и вяжет и вяжет. Все выше и выше он там. Это вот черное сердце Брэда вяжет. Смотрите, какие томаты. Они даже уже сама верхушка. Вот потолок. И все равно смотрите, какие они крупничие. Все внизу уже было. Здесь все-все-все. Все томаты уже сняты. Тоже пятнистость появилась. Это у Сан Марцана. Между прочим, у этого сорта пятнистость появилась у самого последнего. Вот. Как я уже сказала, теплица не поливается вообще. Это сливка. Томат. Сорт называется Арбалет. Это только он был посажен для консервации. Цельноплодного консервирования. Отличный. Видите, он уже начинает просто трескаться и пропадать. Потому что сегодня буду все снимать. Сегодня у меня приедут за помидорами. Буду отдавать. Поэтому сегодня большинство томатов я буду снимать. Так. Это сладкие касади. Вот. Такие томатики. Сыпется. Просто сыпется. Он уже переспел. Сладкие касади. Что самое интересное. Если вы не снимаете его уже созревшим, он не отваливается, а начинает, вот если видно, он прямо на веточке высыхает. То есть он сморщивается и высыхает. Он не гниет. Видите, как интересно. Он просто сохнет. Вот. Высыхает. По вкусу он мне не понравился. Но вот кому бы я его не дала, все говорят, что он вкусный. Но мне не понравился. Я его хотела просто поесть. По вкусу в свежем виде он средний. Я ему бал дала. Ну, не знаю. Многим понравился. Я прям в замешательстве насчет этого томата. Это Костолупа де Парма. Тоже завязывает. Очень, очень он урожайный. Смотрите, вот уже потолок. Он вот все. Вот у него я уже макушки прищипнула. Все уже достаточно. Здесь растет. Это малахитовая шкатулка. Отличный сорт. Как он мне понравился. Я просто от него в восторге. Вот он уже переспил. Здесь вот один остался. Это чтобы снять семена. Розовый мед. Вообще шикарный томат. Очень урожайный. Розовоплодный. Отличный. Урожайность у него просто зашкаливает. Крупноплодный, красивый, вкусный. Томатный сок великолепный с него. И просто поесть в салаты тоже здорово. Полосатый шоколад. Тоже замечательный томат. Это мне зрительница прислала эти семена. Тоже и урожайные, и красивые. Вот он, красавчик такой. Но единственное, плохо дозаривается. Если вы снимаете его зеленым, дозаривается очень долго. Вот такая у меня теплица с томатами. Автоматически окна даже не открываются, потому что очень холодно. Но дверь ни в коем случае я не закрываю. Потому что вот стоит закрыть дверь, образуется моментально конденсат. А эти капельки будут падать на листья. И привет фитофтора. Поэтому категорически сейчас нельзя закрывать дверь. Или знаете, может быть закрывать как-то на ночь, но рано утром ее открывать. Но все равно за ночь большая разница температуры уличной и тепличной. Потому что ночью у нас бывает и 4 градуса, и 5 градусов тепла. Но на улице все-таки 12. И вот эта разница, она дает, конечно, вот этот конденсат. Хотела еще показать это по целую герани. Ой, как хорошо, что мне зрители написали, что посадите один куст, и вам его хватит. Не сажайте, ничего в нем такого суперинтересного нет. Да, у него такая, это я сейчас держу, это одна кисть. И то здесь, видите, уже зависть, очень много завязи потеряно. Томат, знаете, ну не очень мне томат этот. И вкус у него, знаете, такой посредственный. И сам он такой, ну, в общем, хорошо, что посадила один куст. Вот, и еще хотела сказать об этом сорте. Очень он уж красивый такой. Тоже это с фиолетовыми плечиками. И такой у него носик получается кирпичный. Внешне, конечно, он очень красивый. Это семена у огородника домашние. Сюэс, как-то сорт так на обзоре я потом уже о нем подробно расскажу. Ну, по вкусу, ну, средний. Вот, если сажать просто в следующем году, я его, конечно, не посажу. Осупо не понравился он мне. Вот такая у нас погода. Это такое у нас урожай Московской области. В открытом грунте я хочу видео снять завтра. Я буду высаживать землянику крупноплодную. Уже рассаживать усики. И заодно покажу, что у меня творится в открытом грунте. Идет процесс заборки урожая. Черные. Желто-оранжевый. Мой любимый загар. Розовые. Красные. Зеленые. Розово-красные. Сладкий касади. А у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, какая у вас погода. Какой урожай. Мне очень интересно читать ваши комментарии. А я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Мне это очень приятно. И всем пока. Продолжение следует.